МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости со всего мира. Вначале пройдемся по азиатскому региону. В казахстанском городе Атырау возбуждено уголовное дело по факту выноса мусора на полотнище государственного флага республики. Как будто специально для подобных случаев у казахов есть и статейка. Называется она так. Надругательство над государственным флагом, государственным гербом или государственным гимном республики Казахстан. Санкция к подобному нарушению предусматривает штраф до тысячи месячных расчетных показателей либо ограничение свободы на один год. За последний месяц в Казахстане разразились сразу несколько скандалов, связанных с использованием национальных символов. В начале марта организаторы лыжного фестиваля в Кастанае вместо гимна республики включили песню Рикки Мартина. Директора спортивной школы уволили тут же. Другой курьез произошел во время награждения казахстанской спортсменки на чемпионате мира по спортивной стрельбе в Кувейте. Тогда вместо оригинального гимна зазвучал гимн пародия, своеобразный переигрыш. Как выяснилось, организаторы скачали его из интернета, да так и не удосужились хоть раз прослушать до конца. Китай тоже преподносит своим жителям малоприятные сюрпризы. В стране с населением почти полтора миллиарда человек жестко проводится политика ограничения рождаемости. Одна семья, один ребенок. Этот девиз применяется ко всем в одинаковой степени, будь то высокий чиновник или рабочий. Но бывает, что и закон дает сбои. Так судьба благосклонно отнеслась к олимпийскому чемпиону по прыжкам в воду Тянь Ляну. У него появился второй ребенок. Методов наказания за это дело в Китае множество, но спортсмен, можно сказать, легко отделался. Он просто ушел в отставку с поста заместителя главы управления по делам спорта. Положение олимпийца спас тот факт, что его ребенок родился в Гонконге, а этот столичный центр пользуется значительными автономными правами. Так многие состоятельные китаянки продолжают ездить в Гонконг, чтобы родить там второго ребенка. Властям подобная практика не по душе, так что, видимо, и эта пренатальная Мекка вскоре прикроет свои двери. А на юге жарко, и потому всегда хочется чего-то новенького. Это желание решили осуществить в Бразилии. Столица банановой плантации известна одним из чудес света. Самая большая в мире статуя Иисуса Христа находится именно здесь. Теперь в городе Сан-Паулу построят храм царя Соломона. Как мы знаем, оригинальный храм был построен им же. На его сооружение ушло 3 миллиона 700 тысяч килограммов золота и 36 миллионов 250 тысяч килограмм серебра. Заказчикам и генподрядчикам грандиозного проекта выступит Всемирная Церковь Царства Божия. Храм будет построен с применением высоких технологий, которые позволят повторное использование воды и тепла. Проектировка нового чуда света будет спланирована так, чтобы не вызвать столкновения эпох. То есть зона, собственно, древности не будет резко переходить, скажем, в торговый центр. Ввысь древние ротонды устремятся на 55 метров, а вся анфилада пролета на 126. Конечно же, храм не будет золотым, но детали интерьера и экстерьера будут очень схожими с древним святилищем. В свое время, когда проект был еще на стадии согласований, Кнессет Израиля бушевал негодованием по данной затее. Один депутат от правого крыла даже направил представителям универсальной церкви письмо с требованием не допустить кощунства, а 200 миллионам долларов, выделенным на эпохальный проект, товарищ депутат предложил найти более достойное применение. Направить их на перенос в Бразилию, мечети Аль-Акса. Так и евреи завет исполнят, и бразильцы избранному народу послужат.